Всем привет! Гости и подписчики канала Подросток в Деревне. Многие просят рассказать и показать, чем я кормлю своих мускусных уток, взрослых и также маленьких утят, и вот в таком вот уже среднем возрасте. Им сейчас некоторым месяц, некоторым чуть поменьше. Сейчас покажу, чем я кормлю этих, и также покажу, чем кормлю взрослых уток. Кормлю я этих с самого первого дня, и до сегодняшнего дня я их кормил точно одинаково. Кормлю я их примерно так до полтора месяца. Это в первую очередь я им даю вот мешинки, сюда входит молотое зерно, овощи, в частности картошка, она тоже очень хорошо ускоряет их рост, и также, как видите, здесь есть морковь. Половину даю вот эту мешинку. Мешинку начинаю давать с двух недель. Гуды-гуды сейчас. А комбикорм у меня до сих пор стартовый. На нем хорошо растут. У нас разница в цене небольшая, поэтому все время кормлю стартовым рост, финиш, ничего не покупаю. Вот. Половина от комбикорм, половина мешинка. Вот так вот очень хорошо едят. С большим аппетитом и мешинку, и комбикорм. Водичка закончилась у них, нужно подлить. Ночью закрываю в вольере там. Вот любят вот так вот залезать. Водичку нужно подлить, комбикорм, а то немного суховат. Вот как хорошо едят. И мешинку, и комбикорм тоже. Даю им в неограниченном доступе. Только иногда у них заканчивается. Но это бывает редко. Сейчас они это съедят. Еще добавлю. Потому что ночью тоже они едят хорошо. Так, пускай тут доедают. А мы идем к взрослым индоуткам. Кстати, вот насчет гусей. Вот эти шесть гусят. Они уже вот такие крупные стали. Большие. Кормлю я их точно так же, как и индоутят. Вот. У них закончилась тоже сейчас водичка и комбикорм. Сейчас мы им тоже покормим. Пускай едят. И на ночь закрываю их туда. А как-то еще маленькие, чтобы оставлять. Здесь у нас гуляют селезень и уточка эта, которая села и высидела тех больших утят. Вот, кстати, многие спрашивают, зачем мне этот диск. В интернете прочитал, что некоторые говорят, что он помогает от ворон. Но вроде бы в этом году яйца никто не воровал. Скорее всего, значит, помогает. Здесь вот сидят утки. Мы им мешать не будем. Так. Тем уткам мешать не будем, которые сидят. Кормушку вытащил сюда. Сейчас покажу, вот, чем я их кормлю. Здесь у меня сейчас начал добавлять небольшое количество, может, одну пятую часть стартовый комбикорм. Потому что утки сидят, им нужно больше питательных веществ. Едят редко. Но раньше не добавлял. Во время начала яиц в кладке тоже кормил немного по-другому. Делал самодельный комбикорм. Потому что тогда свежей травы не было. Хотя и сейчас они не часто выходят. Сюда добавляю ячмень. Половину. Половину овес. Потом еще небольшую часть стартового комбикорма. И еще туда добавляю премикс для несушек. Мел кормовой, как видите. Тут белый порошок виднеется. И иногда рыбий жир тоже добавляю. Так, что еще? Иногда добавляю дрожжи, когда что есть. Но обычно вот комбикорм, ячмень и овес. И также мел всегда. Потому что белок, ой, фу. Кальций им нужен. Когда несутся. Пока что еще эта уточка не занеслась. Поэтому пускай едят этот же корм. Вот, в принципе, и все. Вот чем я кормлю своих мускусных уток. Ничего трудного в этом нет. Кстати, еще и взрослым уткам даю иногда вот эту вот мешинку. Для... Которая сварена для утят. Они тоже ее едят с большим удовольствием. И тех, и эту семью кормлю одинаково. Густей кормлю точно так же. Вот этим вот кормом ячмень, овес и комбикорм. И всякие добавки. Когда что есть. Обязательно... Ну, не обязательно, конечно, для уток траву. Но раз в день я их выпускаю. Немного пощипают. И обратно в загон. Вот и все. Вот. Все рассказал. Если появились какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok